Когда встречаются единомышленники, люди, которые душой болеют за свое дело, им есть о чем поговорить и есть что обсудить. А потому встреча, которая была организована в рамках Всемирного дня действий за достойный труд, прошла весьма оживленно и продуктивно. Говорили о важном, о сохранении жизни людей труда, то есть о том, как усовершенствовать работу по охране труда на производствах и в организациях. И немалую роль в этом играют средства массовой информации. Работа в информационном поле на очень пристальном внимании находится сегодня у Федерации профсоюзов Беларуси. Многозадачность профсоюзного движения и работников и штатных, и неосвобожденных работников профсоюзов, она требует сегодня бдительности во всех направлениях. Но информационной работе мы уделяем одной из самых, скажем так, значительных вниманий сегодня. Пресс-конференция – это хороший повод задать друг другу интересующие вопросы. А поскольку тематика общения «Всемирный день действий за достойный труд», то и вопросы журналистов были соответствующие. На них отвечали специалисты областных организаций, отраслевых профсоюзов, а также представители Брестского областного управления департамента Государственной инспекции труда. В текущем году целенаправленная работа всех заинтересованных по профилактике производственных травматизмов профсоюзов, средствам массовой информации. Мы также вносим лепту в эту работу. Способствовало тому, что отмечается снижение уровня производственного травматизма как общего, так и со смертельным исходом. Достаточно сказать, что в текущем году в два раза снижен уровень производственного травматизма со смертельным исходом, которых произросло 10 случаев против 20 в прошлом году. По-прежнему острая проблема остается транспорт. В текущем году 4 работника погибло в результате дорожно-транспортных происшествий, поэтому нам надо совместно с профсоюзами, со средствами массовой информации искать какие-то новые пути и методы работы по повышению транспортной безопасности. Что нужно сделать, чтобы этот травматизм, несчастные случаи, ну, вот снизить, ну, пусть не до нуля, ну, минимально? Ну, безусловно, это необходимо данную информацию доводить, в том числе через средства массовой информации. Также на предприятиях каждый руководитель должен, каждый несчастный случай, разбираться и доводиться непосредственно путем проведения инструктажей до самих работников предприятия. Представители средств массовой информации вносят свою лепту в дело охраны труда, освещая мероприятие и, как признание этого факта, региональный конкурс среди журналистов «Достойный труд – безопасный труд», который проводится уже четвертый раз. Подчеркивает значимость их работы. Среди победителей наш коллега, корреспондент газеты «Брестский вестник» Николай Ермашук, заведующий отделом экономики и экологии «Барановичской газеты «Наш край» Инна Гончар и главный редактор «Бук-ТВ» Лариса Осмолович. Совместная работа будет на пользу общему делу, и в дальнейшем она продолжится. Продолжение следует... Спасибо.